Стадион Жальгерес был сдан в первую послевоенную пятилетку. Вдумайтесь, еще в 49-м. Не раз переживал падения и взлеты. На этом поле в конце 80-х игроки вильнюсской команды Жальгерес завоевали бронзу на чемпионате СССР. 13 лет назад испанцы, сыграв в ничью с Литвой, списали неудачу на состояние поля. И стадион закрыли. Как выяснилось, навсегда. Я когда был старшим тренером Жальгереса, билеты давали только по заявкам. И лучшим людям из всей республики приезжали на матчи. И до 18-ти где-то тысяч вмещалось. Это в маленьком стадионе, где-то вместительность там было 16 вроде. Но до таких цифр. И он был все время заполнен. Если он был больше, наверное, людей пришло бы больше. Потому что бум был. Теперь, сетует тренер, футболисты довольствуются клубным стадионом «Ветра», который втрое меньше привычного размера. Спортсменам из-за рубежа, правда, не говорят. Стыдно. Сейчас приехали шотландцы. Послышалось такое, что им говорили, что национальный стадион реновации. И они играют на запасном стадионе. Я играл со сборной фареры. Фареры имеют два таких. Даже гора Сан-Марин имеет прекрасную национальность. Я уже не говорю о других государствах. Подумаешь, футбол, сказал однажды премьер из консерваторов Андрюс Кубилюс. Вот привезете лучших игроков Европы, тогда и будем строить. Тем временем на 6 гектаров на берегу Нейриса напротив башни Гидеминеса нашелся претендент. Предложил 40 миллионов евро за аренду. И в пятеро больше обещал вложить в строительство. С прошлого лета стадион стали равнять с землей. И возводить на его месте офисный центр, гостиницу и несколько жилых домов в придачу. Только к зиме столичные градоначальники вдруг поняли, что планы фирмы-арендатора никак не отвечают чаяниям народа. С тех пор прокуратура, которая, кстати, находится по соседству, угрожает отменить договор аренды. Но как-то все откладывает сроки. А нынче летом был объявлен конкурс проектов по застройке внутриквартального пространства. Бары, фонтаны и аллеи – все для людей. В Союзе архитекторов Литвы попытку примирить коммерческие и общественные интересы не поддержали. Даже призвали не участвовать в конкурсе проектов, которые никто не обещает воплотить. Претензия Союза архитекторов была не к содержанию проекта. Нас с ним никто не познакомил, а к самому конкурсу. В условиях не указали ни жюри, ни обязательств заказчика вести переговоры о дальнейшем проектировании с первым или последующим из победивших. Поэтому мы и призвали не участвовать. Другому стадиону в Вильнюсе везет не больше. Советский долгострой возле Акрополиса пытались возродить в 2006-м. Зарыли в землю капсулу и несколько десятков миллионов евро. В прошлом году правительство и мэрия вновь объявили о строительстве. На этот раз на 90 миллионов евро. По планам мэрии здесь будет не одно, а три футбольных поля, плюс легкоатлетическая арена и детский сад на 300 мест для будущих спортсменов. Споры ведут, позволить ли вокруг строить коммерческие здания вместе со стадионом. Лишь бы не вместо стадиона, как собственно случилось с Жальгересом. Наталья Гавришова, Витянин Строгинис, Первый Балтийский канал.